Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. В прошлом году в послании задача обновления системы местного самоуправления была обозначена в качестве одного из приоритетов. Мы часто возвращались к этой проблеме, часто о ней говорили. Если в историческом аспекте посмотреть, то сегодня, так же, как и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа, преобразования на местном уровне власти давно назрели, как и тогда. Об этом говорили граждане, представители муниципалитетов, эксперты, депутаты Государственной Думы. Проблемы и разбалансировки в системе местной власти очевидны для всех. Смысл изменений, которые предлагаются, в том, чтобы убрать эти диспропорции, в целом повысить роль и самостоятельность местного самоуправления, максимально приблизить этот уровень власти к людям, которые проживают на конкретных территориях. Я знаю, что была проведена большая работа в связи с подготовкой тех законодательных актов, о которых мы сегодня будем говорить. И в этой работе приняли самое активное участие Конгресс муниципальных образований и Всероссийский совет местного самоуправления. Представители муниципалитетов, научные сообщества и свои позиции представили политические партии, профессиональные сообщества. Дискуссии велись на региональных площадках, в федеральном парламенте, в средствах массовой информации. Проблемы местного самоуправления действительно оказались в центре общественного внимания. И важно, что благодаря широкому диалогу, я хотел бы это подчеркнуть, я на это и рассчитывал, и просил моих коллег, которые занимались этой работой, организовать её именно таким образом, удалось сблизить позиции практически всех заинтересованных сторон. Это были подготовлены системные, качественные предложения, которые легли в основу проекта закона. Он был одобрен обеими палатами федерального собрания и, хочу вас проинформировать об этом, подписан. Собственно, мы собрались с вами для того, чтобы поговорить о нём сегодня. Я бы хотел ещё раз услышать ваше мнение, как вы к нему относитесь. Потом посмотрим, как он будет реализовываться на практике, какова будет правоприменительная практика. Но если потребуется, это живой процесс, живой организм. И если потребуется, можем унести какие-то изменения. Ну, посмотрим вместе с вами, как это работает. Уверен, вы его и так хорошо знаете. Но, повторяю, сегодня хотел бы об этом поговорить подробнее. Начну с самой системы организации местного самоуправления. В крупных населённых пунктах она до сих пор не отвечала смыслу этого уровня власти. Жители зачастую даже своих депутатов о муниципальном совете в лицо не знали. Ну, а муниципальный уровень власти всё-таки такой, который является самым близким гражданом. И до него, я уже много раз об этом говорил, собственно, на экспертном уровне. Это постоянно звучит, и до него граждане должны, что называется, в прямом смысле слова, рукой дотянуться. Ну, а как вот относились люди к муниципалитетам, относятся до сих пор? Мы провели соответствующие опросы, в том числе проводил опрос фонд общественного мнения в мае 2014 года. Для справки вам сообщу, 79% жителей городов с населением более 1 миллиона человек не знают вообще депутатов, которые представляют их избирательный округ в представительном органе муниципального образования. В городах с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек этот показатель составляет 76%, чем чуть пониже, чем в миллионниках, 79, ну 76, ну это запредельная величина. А с населением от 100 до 250 тысяч вроде тоже не такой уж и большой населённый пункт по нашим масштабам. А 73% граждан не знают своих депутатов. Поэтому в новой редакции 131-го закона в дополнение к уже существующим добавлена ещё одна модель организации муниципальной власти, которая соответствует требованиям времени. В чём её смысл? Позвольте несколько слов об этом сказать. Принятые поправки предполагают возможность создания новых видов муниципальных образований в крупных городах. Городского округа с делением на внутригородские районы. Нормы эти, и я хотел бы это особенно подчеркнуть, они не носят императивного характера. Они не навязываются, они необязательны. Но это ещё одна из опций, которую вы можете выбрать. Один из вариантов. В дополнение к тому, что функционировало, действовало до сих пор. Каждая конкретная территория должна сама решить, как строить систему местной власти. Какая форма организации местного самоуправления в наибольшей степени отвечает интересам граждан. Будут ли они выбирать главу муниципального образования прямым голосованием или делегируют это право избранному ими же представительному органу муниципальной власти? Ну, если сказать попроще, так чтобы и не только нам, где сидящим, но и гражданам было понятно. Значит, можно избрать, скажем, совет города крупного с делением на районы напрямую с голосованием граждан, а можно избрать порайонно, а районные депутаты уже делегируют своих депутатов наверх, и таким образом будет формироваться представительный орган власти соответствующего муниципалитета. Хочу подчеркнуть, создаются правовые возможности для того, чтобы максимально приблизить муниципальный уровень власти в больших городах к жителям, к их проблемам, чтобы граждане принимали непосредственное участие в решении вопросов местного значения, в том числе и через территориальное общественное самоуправление. При этом усиливается ответственность избранных представителей перед гражданами. Придётся гораздо больше времени проводить на территории, вплотную заниматься повседневными вопросами, активнее напрямую работать с людьми. Во всяком случае, авторы этого закона, я честно признаюсь, на это мы все очень рассчитываем. И думаю, что меньше потребуется заседать в кабинетах городских и районных собраний или просто выступать перед средствами массовой информации. Хотя это, конечно, тоже нужно для того, чтобы освещать свою работу. Отмечу, что начинающие политики, в том числе из непарламентских партий, независимые общественные активисты, вне зависимости от своих политических взглядов, получают дополнительные возможности. Им станет проще избираться в местные органы власти, если, конечно, они реально настроены на конкретную работу с гражданами. Далее. Краугольным камнем для устройства всей системы власти является вопрос о чётком разграничении полномочий. Эту тему мы с вами также многократно обсуждали. Базовая идея реформы как раз и состоит в том, чтобы сделать эффективным, дееспособным именно низовой уровень местного самоуправления. Прежде всего, чётко определить, за что он отвечает и за счёт каких финансовых источников будут исполнять свои полномочия наши коллеги в муниципалитетах. Внесённые в 131 закон поправки закрепили ключевые, если можно так сказать, политические моменты, те красные линии, за которые нельзя переступать в этих полномочиях местного самоуправления. Первое. За низовым уровнем муниципальной власти закрепляются задачи и полномочия, которые обеспечивают самостоятельность и независимость муниципального уровня. Например, что это управление муниципальной собственностью, формирование и исполнение местного бюджета, восстановление структуры органов местного самоуправления и так далее. И, конечно, это полномочия, отнесённые к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования, от установления местных налогов до принятия планов и программ развития муниципального образования и контроля за работой муниципальных чиновников. Второе. Поправки в 131 закон наделяют региональную власть правом перераспределять некоторые полномочия между субъектом федерации и муниципалитетом. Но одновременно они увеличивают ответственность регионов за согласованное и продуктивное взаимодействие с муниципалитетами. Что это означает? Это значит, что никакого произвольного волонтаристского перебрасывания полномочий с одного уровня на другой быть больше не должно. Так, решения о перераспределении полномочий в отношении конкретного муниципалитета должны закрепляться соответствующим законам субъекта федерации. А сами полномочия передаваться только вместе с финансовыми средствами на их реализацию. Это даёт возможность обеспечить дифференцированный подход к каждому муниципальному образованию, учесть особенности его развития, кадровый и экономический потенциал. При этом регион обязан гарантировать муниципалитету стабильность установленных правил, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Нельзя, чтобы он раз за разом менялся этот подход и менялись эти правила. Если решение о перераспределении принято, и на это я хотел бы обратить особо ваше внимание, оно должно действовать в течение всего срока, на который избран региональный парламент. Это своего рода договор о солидарной ответственности между регионом и муниципалитетом. И выполнение этого договора не должно зависеть от личных отношений губернатора и мэра, от партийных предпочтений, пристрастий или других конъюнктурных моментов текущего дня. Принципиально и то, что законопередача полномочий должен вступать в силу только с начала очередного финансового года. Таким образом, исключается ситуация, когда в течение одного года объём бюджета остаётся прежним, а ответственность муниципалитета возрастает. Отмечу, окончательно сбалансировать доходы и полномочия местной власти необходимо в рамках единой бюджетной налоговой политики. Её основные положения на предстоящие годы сейчас дорабатываются. Думаю, к этой теме мы ещё вернёмся и в ходе сегодняшнего разговора. Регионам в ближайшее время предстоит серьёзная работа по определению оптимальной модели организации местного самоуправления на своих территориях. Важно, чтобы все понимали, в основе системы правового регулирования местного самоуправления в России лежит свобода выбора. Я уже об этом говорил, сейчас хочу вернуться к этому ещё раз. Нельзя ничего навязывать. Надо обязательно принять во внимание мнение глав муниципалитетов, депутатов местных представительных органов. Сейчас первоочередная задача руководителя регионов – организовать диалог с муниципальными собраниями, с муниципальным сообществом, чтобы обсудить все содержательные вопросы, все нюансы преобразования. Результатом такой дискуссии должен стать закон об организации местного самоуправления в конкретном субъекте Российской Федерации. Думаю, что полгода – достаточный срок для того, чтобы обсудить и принять все необходимые акты во всех субъектах России. Надо уже сейчас снять острые вопросы, чтобы потом избежать конфликтов, перекладывания ответственности. Регионы и муниципалитеты должны работать как одна команда в интересах развития территории и повышения качества жизни людей. Подчеркну, определяя оптимальную модель организации местной власти, надо учитывать особенности наших регионов, национальные традиции проживающих там людей, народов. И, конечно, нужно слышать жителей конкретных территорий. Именно участие граждан в принятии решений наполняет местное самоуправление подлинным смыслом. Только действуя открыто, демократично, мы сможем обеспечить реализацию ключевых принципов, заложенных в Конституции России, самостоятельности местного самоуправления и федерального устройства нашей страны. Вот сейчас мы с губернатором Ивановской области посмотрели, как организованы работы с общественностью. В принципе, вот так, это неплохая работа, и можно было бы использовать опыт таких субъектов, как Ивановская область. Я предлагаю приступить к работе и обсудить механизмы реализации новых положений закона. Пожалуйста, слово. Вы знаете, действительно собрался вас для того, чтобы послушать ваше мнение по поводу этого закона. Это непроходящая бумажка всё-таки. Условия, в которых работают муниципалитеты, в высшей степени важны. Важны рамки задательные. Конечно, здесь вот Рамзан Ахмедович прав. Только при прямом участии глав субъектов федерации заработает эффективный и муниципальный уровень руководства. Потому что всё-таки более высокий уровень управления с большими полномочиями и с гораздо большими финансовыми возможностями имеет большое влияние. И при отсутствии внимания со стороны губернаторов, при умении делегировать полномочия и при умении распределять финансовые ресурсы, а, в общем-то, инструментов и на сегодняшний день немало для перераспределения финансовых ресурсов, то, конечно, ожидать эффективной работы муниципалитета не приходится. Но этот закон всё-таки – это дополнительный шаг по совершенствованию нормативно-правовой базы работы нижнего органа власти, самого близкого к людям. И кроме всего того, о чём мы говорили, есть ещё одна вещь, о которой мы как бы вслух не сказали, но должны это иметь в виду, и я из этого исхожу. Изначально, когда формулировались все нормативные условия работы регионального и муниципального органов власти, где-то там на рубеже 2000-х годов, федеральная власть исходила из того, что муниципальный уровень управления должен быть некой альтернативой губернаторам. Может быть, на тот период времени в этом был какой-то смысл, но мы с вами понимаем, что при руководствовании интересами граждан, проживающих на территориях, мы должны исходить из единой системы власти. Собственно говоря, так и в основном-то законе всё прописано у нас. Но, конечно, у каждого уровня власти должны быть и свои полномочия, и свои источники финансов для исполнения этих полномочий. И нельзя залезать с верхнего уровня власти на вот эти исключительные прерогативы муниципального уровня, нельзя перетаскивать их к себе. Но система всё-таки должна быть и единой. И вот то, что предлагается сейчас, она предоставляет такую возможность. Этот новый закон, он ничего не навязывает, как я уже сказал в начале нашей встречи сегодня. Это не императивные нормы, она не означает, что нужно все остальные имеющиеся инструменты выбросить на свалку истории. Нет, если где-то в каких-то территориях то, что сегодня закон разрешает и предлагает в качестве регулятора, уже работает и работает хорошо, ну, слава богу, ничего не надо менять. Если чего-то не хватает в плане выстраивания отношений между муниципальным уровнем власти и губернатором, то тогда можно использовать и то, что предлагается на новом законе. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю дискуссию. Многие вещи мы пометили, вот я себя коллег попросил, и постараемся на них, безусловно, отреагировать. Ну, а особые слова благодарности мои в адрес, конечно, в адрес разработчиков, авторов, некоторые из них здесь присутствуют. Будем работать, посмотрим, как это функционирует в жизни, на практике, если потребуется, как я уже сказал, внесём на коррективы. Спасибо вам большое, успехов.